Здравствуйте! В эфире программа «Правительственная связь». И сегодня у нас в студии министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Владимир Иванов. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. И сразу же с места в карьер вопрос. Все-таки весна – это ваше время. Это время поступления, это время сдачи итоговых испытаний. И весна – это школьный момент. Как у нас обстоят дела с приемом первоклассников в этом году? Тема настолько обсуждаема, настолько на слуху. Вот уже неделя прошла сначала вступительной кампании. И действительно, это проблема, которая волнует многих родителей. Наверное, воспользоваться нужно вашей передачей, чтобы еще раз подчеркнуть, что, начиная с прошлого года, действуют новые правила приема первого класса, на основании которых мы должны зачислять всех детей первого класса без экзамена, без каких-то испытаний. И, соответственно, для решения этой задачи мы разрабатываем свои внутренние нормативные документы. Я имею в виду, мы – это муниципальные органы управления образованием, в соответствии с которыми каждая школа закрепляется за определенной территорией. Соответственно, задача школы – изучить, насколько, какие дети, сколько могут прийти в первый класс. И, начиная не позднее 10 марта, начинается зачисление этих наших юных граждан, первый класс нашей школы. В этом году, действительно, мы второй год уже проходим. Ошибки прошлого года учли, потому что помним и ажиотажный спрос отдельной школы, когда родители были вынуждены выстаивать очереди ночами и постарались максимально избежать вот таких нехороших явлений. И поэтому, прежде всего, что мы сделали, это еще раз провели разъяснительную работу среди родителей. Поэтому и, наверное, ажиотаж или на слуху – это тема. Из-за того, что мы постарались как можно больше обратить внимание всех, кого это касается, на эту существующую или возможную проблему, которая может у нас возникнуть. Что можно сегодня сказать? Ну, прежде всего, мы уже объявили прием заявлений во всех образовательных учреждениях Чувашской Республики. Протекает этот процесс, притом он протекает достаточно спокойно. В отличие от прошлого года нет таких больших волнений. Единственное, в городе Чебоксары, действительно, как мы предполагали, в центре города, в начальную школу номер один пришли родители больше. Здесь, спасибо, надо сказать, родительской общественности, они сами очень грамотно организовали и дежурство, и зачисление, и условия создали, соответственно, что родители не мерзли. И сегодня здесь все заявления, кто хотел подать, у всех принято заявление. Поэтому в ближайшее время школы также будут принимать заявления от всех родителей. 10 марта мы обозначали крайний срок, когда нужно начать процедуру приема заявлений. И эта процедура или этот этап будет протекать до 31 июля. То есть прием заявлений «Первый поток» по месту проживания. Родители могут прийти в любое время, для них удобное время, подать заявление, чтобы зачислиться в первый класс. То есть с 10 марта по 31 июля. В городе Чебоксар объявил 2 марта, но Чебоксар чуть пораньше. Поэтому каждый муниципалитет у себя объявляет, и школы отрабатывают вместе с родителями разные варианты приема заявлений, чтобы не создавать толкучку, не создавать лишнюю нервотрепку для наших детей и для наших родителей. Ну вот, к примеру, я слышала, что в одной из чебоксарских школ решили по месту жительства распределить по месяцам. В марте сдает одна улица, в апреле другая, в мае с третьей улицы принимают. Это нормально, здесь ничего такого страшного нет. Единственное, здесь надо еще раз подчеркнуть, что определенный обход или определенные встречи с родителями уже протекали до приема заявлений. То есть администрация школы учителя начальных классов уже знали, сколько детей примерно или откуда придут в первый класс. Соответственно, с ними уже отрабатывали до приема заявлений еще. Теперь, Владимир Николаевич, какие школы, гимназии, лицеи не принимают в этом году в первый класс? По закону образования, основные статьи которого вступят в силу с этого года, с 1 сентября этого года, возможность приема гимназии лицеи на конкурсной основе возможна с пятого класса. И поэтому все-таки мы считаем оправданным, когда гимназии лицеи приходят после начальной школы, у учеников, начальных выпускников начальной школы появляется возможность выбора разных направлений и дальнейшей учебы. Потому что начальный уровень – это все-таки возраст ребенка, когда у ребенка есть возможность проявить себя в разных направлениях. Это и интеллектуальная сфера учебы, это и в спорте, это и в художественных различных творческих направлениях. Исходя из этого, у нас есть, у учителей есть возможность узнать ребенка получше, подготовить его лучше к предстоящей учебе, среднем звене. И исходя из этого, я считаю оправданно, что из гимназии лицеев начальное звено выводится отдельная начальная школа, и начальная школа, обычная общепрозавательная школа закрепляется за конкретной территорией. Здесь как бы смысл в чем? Что малыш, ребенок начального звена имел в шаговой доступности школу. А не надо его тащить через весь город утром, и потом, это не только стресс, это и ранное пробуждение. Ну, да и оставлять до вечера. Поэтому, исходя из этого, я считаю, очень оправданно то, что начальное звено закрепляется за территорией. А что касается гимназии лицеев, у нас их не так уж много. Большинство школ обычные, общепрозавательные, и они обеспечивают спокойный учебный процесс взросления с 1 по 11 класса. Ну, тем не менее, допустим, даже по Чебоксарам, да, сколько у нас? Ну, 66 школ, мы считаем. Из них лицеев и гимназий? Ну, около десятка. Ну, 10, допустим, 10. И вот они лишились начальных классов. То есть высвобождается сколько педагогов? Педагоги не высвобождаются. Вот здесь я бы тоже хотел подчеркнуть опасность родителей. Родители боятся, что вот с этого года все начальные классы уйдут из гимназии. Нет, те ребята, которые в этом году учатся в первом классе, они перейдут во второй класс и останутся в гимназии, продолжат обучение дальше. То есть выгонять никого не будут. Вот это очень важно, чтобы родители услышали и поняли. Это первое. Второе. Важно понять также, что закрепление за конкретной территорией, это не означает, что на всю жизнь закреплен ребенок, и у него нет права выбора. И по поводу профиля обучения, по поводу выбора у гимназии лицеев или общеобразовательных школах продолжить обучение. Потому что я здесь еще хочу подчеркнуть, что в общеобразовательных школах также создаются неплохие, даже порой лучшие условия, чем в гимназиях лицеев. Потому что углубленные изучения иностранных языков или какие-то занятия дополнительные с учениками во многих школах они есть. Несмотря на то, что названия отсутствуют. Поэтому я здесь просил бы родителей, прежде всего, ориентироваться на возможности, которые школа открывает для ребенка. И наша задача создавать такие хорошие условия не только в гимназиях лицеях, но и в обычных общеобразовательных школах. И когда меня упрекает, и, наверное, правильно упрекает, что мы очень много внимания уделяем гимназиям и лицеям, а мало внимания общеобразовательным школам, наверное, это тоже правда. Надо согласиться с тем, что обычная школа требует большего даже внимания, чем гимназия и лицея. Поэтому здесь я абсолютно сторонник на стороне тех учителей, которые готовы создавать лучшие условия или такие же условия, как в гимназиях лицеях. То есть предполагается, что учителя начальной школы из лицеев и гимназий со временем перейдут в общеобразовательные? Если начальное звено исчезает, соответственно, учителя, они без работы не остаются, они будут продолжить свою работу в тех школах, где будут открываться начальные классы. А, кстати, здесь я хочу сказать, что количество первоклассников у нас не уменьшается. Их даже несколько растет в этом году. Поэтому количество учителей начальных классов у нас в востребованности остается в таком же объеме. И даже увеличится необходимость дополнительных учителей начальных классов возникает. Поэтому без работы учителя начальных классов... То есть ни о каком массовом высвобождении речи не может? Абсолютно нет. Потому что от чего зависит количество учителей? Оно зависит от количества учащихся. А количество учащихся у нас стабильно. — Кстати, на ваш взгляд, в республике много педагогов начального образования, за которыми нужно гоняться, как за удачей. — Для меня принципиально важно, что у каждого ребенка в школе должен быть свой любимый учитель. Особенно учитель начальных классов, это на всю жизнь запоминается, на всю жизнь история памяти человека, каждого при том остается. — Поэтому я абсолютно убежден, что почти 100% наших учителей начальных классов великолепные учителя. Почему? Потому что надо смотреть опять на учителя глазами самого ребенка. Ребенок быстро влюбляется в учителя, а учителя, если найдет дорогу или в душе ребенка подход, я думаю, любой учитель становится просто любимым для каждого ребенка-школьника. А если уж продолжить тему, конечно, все учителя мы разные по квалификации, по уровню образования, может быть, даже или по каким-то еще вещам. В этом я никак трагедию большую не вижу. Задача любого учителя — это расположить себе, полюбить учеников, и чтобы ученики тебя полюбили. — Владимир Николаевич, ну вот вторая такая же актуальная тема ЕГЭ приближается каждый год с момента его введения. Сначала мы работали, так скажем, в тестовом режиме, в пилотном режиме. Сейчас вроде как все нормально, но тем не менее каждый год возникают какие-то дополнения, какие-то изменения в правила сдачи ЕГЭ, какие-то нововведения. В этом году что-то принципиально изменилось по сравнению с прошлым годом, или бог миловал? — Ну, слава богу, да, действительно, вы правильно сказали, принципиальных кардинальных изменений нет. И, конечно, это говорит о том, что ЕГЭ как форма объективной оценки, как одна из форм, точнее, вот так скажем, объективной оценки учебных достижений наших выпускников должно уже становиться стабильным явлением. И при том мы уже такого ажиотажа даже не замечаем сами, потому что мы уже привыкли к нему в системе образования. — То есть утряслось. — Утряслось. И при том здесь изменения, которые происходят, они заранее сейчас уже доводятся, особенно в контрольно-измерительных материалах, какие изменения наносятся, они доводятся до сведений как учителей, так и учеников. Поэтому в этом плане и сама процедура организации, сама методика, сама технология уже отработана. Исходя из этого, мы большого ажиотажа сами не испытываем. Но вот ажиотаж возникает или напряженная ситуация возникает у выпускников, естественно, и у родителей, к сожалению, скажем так, потому что действительно родители сильно переживают за своих выпускников, так как сегодня ЕГЭ решает судьбу ребенка одноразово. Здесь, конечно, очень много вопросов. Я почему и сразу сказал, как одна из форм или как одна возможностей объективно оценить достижение ребенка, потому что должны быть и другие формы. Это и олимпиадное движение, это результаты конкурсов, это еще портфолио, которое ребенок должен накопить в течение процесса обучения в школе. Вот исходя из этого, я думаю, проблему нервозности мы можем снимать, если изменим саму технологию, сам процесс подготовки и сдачи ЕГЭ. Здесь сейчас обсуждается несколько разных вариантов. Я думаю, об этом в ближайшее время мы постепенно тоже родители будем как бы извещать, какие изменения будут наноситься. Ну, например. Ну, я думаю, например, если предмет завершается в 10 классе, почему нельзя сдавать его в этом году в 10 классе в форме ЕГЭ? Чтобы к 11 консультанции ничего не забыть. Да, не столько не забыть, а уже не все экзамены оставлять на 11 класс. Хорошие мысли, по-моему. Ну, вот такая тема тоже обсуждается. Ну, не в этом году. Ну, не в этом году. Ну, в этом году, какие изменения, раз вы спросили, я бы точно хотел бы сказать, нас радующие изменения, прежде всего, что, как правило, у нас есть предметы, которые дети, наши выпускники, выбирают. И это показатель того, что какие интересы, какие склонности у наших детей, как динамика, куда, в какую сторону меняется. Соответственно, нас радует, что растет количество детей, изъявивших желание сдавать, естественно, научные дисциплины, такие как физика, химия, и их доля ежегодно растет. Это говорит о том, что наши детки начинают проявлять интересы, уже, соответственно, сдают экзамен для поступления на технические специальности. Инженерно-технические для нас это очень актуально, потому что перекос только в гуманитарную область, она вызывает некоторые сложности, даже серьезные сложности потом у будущих специалистов. Ну вот инженерные специальности, судя по всему, входят в моду, возвращаются. Возвращаются в моду, и при том интерес к, естественно, математическим предметам он сейчас возникает, возрождается, как вы правильно заметили. И это характеризм говорит о том, что стабильность, она возвращается в систему и подготовку кадров. Владимир Николаевич, вот совсем недавно на сессии Госсовета вам пришлось разъяснять ситуацию, которая сложилась, точнее говоря, может быть, которую сложили вокруг бесплатного образования. Вот до девятого класса или общая бесплатная, до одиннадцатого. Вот, пожалуйста, расскажите подробнее, откуда вообще взялись такие опасения и как на самом деле обстоят дела? Ну, разговор о бесплатности или небесплатности возник он в ходе обсуждения Конституции Чувашской Республики, которые привели сегодня в соответствии с Конституцией Российской Федерации, где действительно обозначена бесплатность общего образования до девятого класса. С первого по девятый класс. И на этой основе у многих создалось впечатление, что десятый, одиннадцатый класс становится платным. Хотя закон образования, который вступает в силу, как мы уже отметили в этом году, четко прописаны все уровни общедоступность, бесплатность. Это бесплатность с первого по четвертый класс, бесплатность с пятого по девятый класс, среднее, значит, общее и, ой, прошу прощения, основное общее. И среднее общее – это десятый, одиннадцатый класс. Все уровни общего образования бесплатные у нас. Поэтому я вот закон, конечно, сегодня для нас важный закон, который будет реализовываться. И исходя из этого, мы абсолютно уверены и гарантируем, что образование, общее образование, все уровни общего образования будут бесплатные, включая до одиннадцатого класса. То есть так же, как, допустим, в наше время, обязательным считалось восьмиклассное образование. Но это же никто не говорил, что после восьмого класса всех одинаково выпихивали. Ну и десятый, одиннадцатый учились тоже бесплатно. И при том, Конституция, которая как раз вызвала ажиотажный спрос, записана это 20 лет назад еще. И после этого ничего не изменилось. Образование как было полное, среднее образование бесплатным, так и оно остается. Поэтому вот это опасение, оно действительно какой-то внутренний такой дискомфорт, оно вызывает. Но здесь изменение Конституции более сложный процесс. Исходя из этого, я думаю... Что нужно сказать, надо уметь правильно читать законодательные акты. Ну вот, исходя из этого, я хочу тоже еще раз воспользоваться и успокоить наших родителей, что образование до одиннадцатого класса у нас бесплатное. До девятого для всех, а до одиннадцатого для тех, кто хочет. Для всех, для всех. И до одиннадцатого для всех. Нет, ну, те, кто, допустим, после девятого уходит в среднеспециальное учебное заведение, там тоже бесплатно. Там тоже получат среднее образование, тоже бесплатно. Прекрасно. Кстати, вот о среднеспециальном учебном профессиональном образовании. Во время последнего визита в Чувашию полномочный представитель президента России в Приворском федеральном округе Михаил Бабич провел совещание, на котором обсуждались перспективы развития профессионального образования. В частности, вот как раз говорили об объединении учебных заведений разного уровня. То есть начальное со средним. В чем целесообразность этого шага и какие изменения в структуре профессионального образования грядут у нас в республике? Ну, прежде всего, нужно опять-таки начать, наверное, разговор с того, что новый закон образования, который вступает в силу, предусматривает один уровень профессионального, среднепрофессионального образования, внутри которого будет выстраиваться начальное профессиональное образование как подготовка высококвалифицированных рабочих. И, исходя из этого, законодательной основы у нас нет для того, чтобы отдельно существовали начальные профессиональные учреждения, образовательные учреждения, реализующие программы, сейчас мы говорим образовательные организации, реализующие программы начального профессионального образования. Исходя из этого, естественно, возникает вопрос, как быть с этими учебными заведениями, которые сегодня не являются средними специальными учебными заведениями. И здесь логика подсказывает, что их нужно объединять с техниками, как мы условно говорим, реализующими программы среднего профессионального образования. Это первое. И второе, в тех местах или в тех городах, населенных пунктах, где у нас есть начальное профессиональное учреждение, начальное профессиональное образование, на их базе нужно создавать многофункциональные или, как мы говорим, многопрофильные центры, реализующие как уровень начального профессионального образования, так и реализующие дальше уровень среднего профессионального образования. Это, например, Марпасад, это Валатарь. Мы планируем примерно создать вот такие центры, чтобы наши детки могли, не выходя из своего города, получить два уровня образования на базе учреждений среднего профессионального образования. Кроме этого, будут многопрофильные учебные заведения. Многопрофильные учебные заведения, они конкретной территории уже не привязаны, они привязаны к будущей профессии, они более узконаправленные. Соответственно, они или машиностроение, или электротехники, они будут готовить как рабочую квалификацию давать, и плюс еще среднее специальное образование. Поэтому вот два направления мы собираемся развивать. Соответственно, будут оптимизироваться, мы говорим, не объединяться, а оптимизироваться и объединение, в том числе, сеть образовательных организаций, реализующих профессиональное обучение. И, исходя из этого, наша задача сегодня, вот эту оптимизацию произвести или осуществить очень грамотно, с какой целью, для чего, задавая все время вопрос. Не просто механически сливать одно с другим. Например, я пример могу привести у одного учебного заведения, сегодня нет площадей, они занимаются две смены, а у другого совсем рядом, значит, не хватает студентов, они наполовину это учебное заведение пустуют. Соответственно, возникает логически оправданный вопрос, а нельзя ли их базу объединить и сделать так, чтобы эффективно использовать помещение и, соответственно, создать соответствующие условия для всех студентов, для всех обучающихся. Исходя из этого, по этой логике тоже будем продолжать. Ну и кластерный подход, то, что мы говорим, привязка к будущей профессии, соответственно, его совмещение с будущей работой уже, чтобы выпускник не просто получал профессию, а еще имел возможность подготовиться и пройти стажировку или практику на предприятии, где он дальше может работать. Поэтому вот эти процедуры, процессы, они будут происходить, соответственно, нормативные правовые документы у нас сегодня приняты, и первые, вы уже знаете, наши, как бы, новые организации, объединенные, уже они возникли. Владимир Николаевич, это касается только технических, точнее говоря, профессиональных учреждений с техническим профилем или всех остальных? Всех остальных. Например, интересуют повара, технологи, медики. Но медики, они, как бы, профессионально остаются, своем же, как бы, направлении будут реализовывать. Но что касается поваров, у нас сейчас первое, что мы сделали в процессе оптимизации, это уходим от дублирования, чтобы каждое учреждение не занималось подготовкой поваров, а был у нас ресурсный или какой-то центр базового учреждения, который бы именно занимался только вот этой специальностью. Речь идет о том, что нужно эффективно использовать те площади, те кадры, которые сегодня созданы, те условия, которые созданы на базе этого конкретного учреждения, чтобы не распыляться, не затрачивать ресурсы на другие учреждения. Поэтому, о чем я говорил, специализация, она будет. И это не говорит о том, что рабочая профессия или только инженерно-техническая, естественно, и нужно готовить и для сферы обслуживания специалистов, и здравоохранения уровень, и педагические воспитатели для школьных учреждений сегодня у нас нужны. Поэтому эти направления подготовки кадров также остаются. Ну что ж, Владимир Николаевич, спасибо вам большое за такой обстоятельный разговор. Я думаю, что в пределах нашей программы можно было говорить гораздо дольше и о гораздо больших темах, но все сразу нельзя обсудить. И у вас есть замечательная возможность в канун женского праздника поздравить всех ваших коллег-женщин. С удовольствием. Дело в том, что действительно на женских плечах держится практически вся система образования, и они сегодня колоссальную работу осуществляют в плане воспитания подрастающего поколения. Конечно же, я от всей души поздравляю всех наших милых дам, особенно учителей, родителей, бабушек, с таким замечательным весенним праздником. Дай Бог вам удачи, успехов и всего наилучшего. Спасибо, Владимир Николаевич. А я напомню, что сегодня у нас в студии был министр образования и молодежной политики Чувашской республики Владимир Иванов. Спасибо всем за внимание и до следующего сеанса правительственной связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова